Как самостоятельно изготовить лэп-бук, причем сделать это быстро и качественно? Об этом на встрече с воспитателями и руководителями детских дошкольных учреждений рассказал организатор проекта «Перспектива». Светлана Мещихина является предпринимателем в сфере рекламы и дизайна. Также более 10 лет труится в образовании. Кабинеты в детском саду села Раздолье оформлены ее руками. В общем-то, проект «Перспектива» является продуктом интеграции двух моих ведущих направлений – дизайна и педагогики. Проект очень актуален, так как благоприятное развитие детей на сегодняшний день очень важная и обсуждаемая тема. Все мы знаем, что ФГОС предполагает очень мобильную и эффективно выстроенную развивающую среду для учреждений. На семинарах педагоги знакомятся с технологиями изготовления развивающих центров, маркеров игрового пространства и, конечно же, дидактических игр. Получают методические рекомендации по использованию оборудования, получают хорошее настроение и, конечно же, вдохновение. Мероприятие проходило в формате деловой игры. Педагоги не просто получали новые знания, связанные с технологическим процессом изготовления лэпбуков, но и брали в руки материалы и инструменты и отрабатывали их на практике. К примеру, Светлана Садрисламова работает воспитателем три года. Девушка была уверена, что об изготовлении пособий знает все, но была приятно удивлена. Мне было очень интересно, как с помощью подручных средств, желаний и фантазий можно изготовить массу пособий, игровых макетов и стендов. Все изготовленные пособия выглядят очень эстетично, практично в использовании и соответствуют ФГОС. Я очень рада тому, что нас сегодня обучали новым нетрадиционным способом оснащения предметной среды детского сада. Данный проект я считаю очень актуальным и полезным. Два часа свободного времени необходимы инструменты, немного творчества и макет городской дороги с декорациями готов. Он мобильный, компактный, эстетичный, к тому же практичный и малозатратный. Изготовить его может каждый педагог, и причем научиться этому можно, не выходя из своего детского сада, благодаря проекту «Перспектива». Мне, безусловно, понравилось все, начиная от теории, заканчивая розыгрышем кейсов. Но самый огромный плюс – это то, что данная платформа мобильна и может перемещаться из города в город. И воспитателю не нужно никуда отлучаться от семьи и от работы. Я считаю, что этот проект «Перспектива» – очень важный момент в нашей жизни. Опыт яркого и красочного оформления предметной среды перенял детский сад «Радуга». Стенды, лэпбуки и бизиборды просили изготовить Светлану. По словам заведующей, такое оснащение комнат нравится и детям, и родителям. Педагогам также удобно по ним работать. Получается очень красиво, очень функционально. Родителям нравится, детям очень нравится. Дети любят играть с такими играми и пособиями. И положительно сказывается на развитии детей. Проект «Перспектива» – современный, актуальный и востребованный в настоящее время. Он дает возможность педагогам получать новые практические знания, применять их в создании и изменении развивающей предметно-пространственной среды группы, а также всего детского сада, тем самым создавая условия для развития детей. В первый раз в проекте приняли участие воспитатели и руководители 3-го и 15-го детского сада. Организована была встреча отделам образования района, ведь они первые, кто заинтересован в развитии и совершенствовании педагогических кадров. В детском саду дети получают все самое нужное, и именно в наших интересах создать все условия для всестороннего развития детей. Не могу не сказать о значимости данных кейсов, предлагаемых данной образовательной платформой. Все кейсы разработаны с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и максимально адаптированы под каждый возраст. За несколько часов воспитатели узнали много нового. По словам организаторов, краткосрочные обучающие мероприятия для педагогов пройдут и в будущем. Продолжение следует...